В тех последних изменениях, которые произошли в российской политике на Северном Кавказе, я вижу скорее символы перемен, символы и возможности для изменения политики. Не столько сами перемены, сколько их обозначения. Это не может не воодушевлять как-то, хотя бы как-то немного, либералов и остальных людей, которые хотят реформ, изменений в стране. Северная Осетия является одной из самых самодостаточных республик на Северном Кавказе, в том смысле, что она меньше всех датируется из федерального бюджета, по крайней мере до последнего времени. Я думаю, что эта степень дотации, скорее всего, будет увеличиваться из-за последних событий в экономике. Но в экономическом смысле можно сказать об определенном благополучии, безработица ниже, чем в большинстве республик. Хотя и в Северной Осетии она очень высокая, но в остальных местах больше, в Ингушетии там доходит до, официально только, больше 50% трудоспособного населения без работы. Они официально доходят и до 70, и до 80%. В Дагестане очень высокая безработица, в Чечне очень высокая безработица. И даже в Кавардин-Балкарии выше безработица, чем в Северной Осетии. Лояльность к центру в Москве и определенное благополучие, они связаны. Так рассуждают Остины, наверное, средний Остин, скажем так, так рассуждает. И он вполне согласен с той ситуацией, которая имеется. Тем более, как бы другого выбора нет. Нет альтернативы. В чем альтернатива? Пойти воевать в леса или там взрывать кого-то? Ради чего? Да, определенная изоляция прослеживается, может быть, от остальных северокавказских народов. Это исторически, в принципе, это, если вы посмотрите, после революции, после 1917 года. Такая же похожая ситуация была. После Беслана, в принципе, Северная Осетия, наверное, была наименее расположена к почитанию, к всеобщему почитанию Путина, которое было по всей России, пожалуй. Потому что в Северной Осетии очень многие, я не говорю, что все, но очень многие винили федеральный центр, и включая самого Путина, в том, что он способствовал, так или иначе, способствовал кровавой развязке драмы с заложниками в Бесланской школе. Для нас Бесланская трагедия – это консолидация всего зла, который представляет система российская. Она консолидировалась в Бесланской трагедии. И об этом и говорят и другие представители других регионов. Ведь бесланские террористы, которые захватили школу, они выдвинули требования освобождения Чечни от войск. Это требование абсолютно было невыполнимое. Это требование было средствами Чеченской войны, которое Россия начала, которое Россия до сих пор не может закончить. В общем-то, она явно или не явно, она все-таки продолжается. И вот мы в то время были очень пассивны, и мы поняли, что и вследствие нашей пассивности тоже произошла эта трагедия. И поняли, что дальше, если мы хотим безопасности, если мы хотим оставить мир свой и свою землю своим детям в мире, если мы хотим какие-то гарантии, то мы не должны ждать от тех, которые нас убивают, каких-то гарантий. Они нам их не дают, они нам никогда не обеспечат безопасность. Более того, те генералы, которые убивали, сжигали, они были награждены, практически все генералы, четверо их, были тайно стали героями России. И мы, это тоже оскорбление, наши чести и достоинства за убийство наших детей становятся героями. И мы делаем выводы, и мы понимаем, что пока мы будем об этом говорить, громко кричать, требовать восстановления, это как-то гарантирует нашу безопасность. Цель нашей организации – это восстановление наших прав. В основном цель такая, чтобы подобные трагедии больше не повторялись, чтобы не оказалось так, что неслыханные жертвы, которые бесландские потерпевшие вынуждены были принести, погибель стольких детей, не было впустую, чтобы были извлечены уроки, и чтобы самое страшное зло сейчас в мире, терроризм, он не распространялся. И, в общем-то, цели мы свои отчасти достигаем, потому что после Беслана не было захвата заложника, не было таких терактов, потому что и не было вот такого массового убийства с применением силовых структур. И отчасти из-за того, что мы об этом очень громко заявляли, мы называли конкретные преступления конкретных лиц. И сейчас такой этап, что, в общем-то, нам, следственные комитеты, силовые структуры, те правоохранительные органы, куда мы обращаемся, им нечего уже возвращать. И, в общем-то, они себе позволяют даже такие высказывания, что, ну да, танки в письменном виде, притом это делается, да, танками стреляли, огнеметами стреляли, но все это государственная тайна. В общем, такое уже позволяет. Все эти документы нами, конечно, копятся, анализируются, и мы абсолютно уверены, что в конечном счете Международный суд во всем разберется, и разберутся и историки, и правоведы. 25 июня будет три года, как мы стали, первые 28 человек подали, потом в течение Европейский и Страсбургский суд, и потом с течением вот этого всего времени, трех лет, мы дополняли количество заявителей, сейчас оно более 200, и в дальнейшем тоже собираемся расширить это количество, потому что всего признано потерпевшими по Бесланской трагедии 1600 человек. В случае, если, допустим, кого-нибудь из нас посадили бы в тюрьму, это подняло бы опять тему Беслана, это ни в коем случае не хотят допустить, и поэтому как бы в этом отношении ослабло давление, но давление продолжается в других вариантах. Методы меняются, не прекращаются клеветнические статьи, нас обвиняют во всех смертных грехах, но мы говорим так, Бог все видит, все знает, и мы все ходим под Богом, и рано или поздно справедливость будет. Субтитры создавал DimaTorzok